В этом самом нашем телеграм-чате какие-то ссылки насчет гомологической алгебры, и в принципе они есть, и я сегодня немножко это буду использовать. Значит, что я хочу сделать? Я хочу, значит, мы будем в двух направлениях двигаться. Сначала я хочу доказать вот эту теорему, которую я сформулировал в прошлый раз, насчет того, что нечто, что было сформулировано, является свободной ДЖ-резольвентой алгебры полиномов от N-переменок. Помните, да? То есть что там у нас были иксы и икси. То есть я напомню просто, что было. Была, значит, такая вещь, что я хотел… То есть я напомню, может быть, тут есть какие-то люди, которых в прошлый раз не было, что если вообще что такое ассоциативная ДЖ-алгебра, это некоторый там комплекс K, вот, или R, да? Я его называл, давайте R от слова резольвента. Вот, значит, это комплекс, то есть это означает, что R — это прямая сумма по N целым числам, значит, Rn, где Rn — это векторное пространство, когда каждое орытое — это векторное пространство над нашим каким-то выбранным полем. Вот, и, значит, кроме этого есть умножение и дифференциал. Да, и это комплект, значит, есть вот разложение в прямую сумму с дифференциалом. Дифференциал степени плюс 1, то есть он бьет R i в R i плюс 1 и D в квадрате равно 0, то есть это означает, что он дифференциал. И, значит, это алгебра, то есть и алгебра согласована, структура алгебры на R согласована с этой градуировкой, то есть R i умножить на R g принимает значение в R i плюс g. Вот. Ну, можно, ну, в принципе, иногда можно наложить условия на градуировку, и мы, конечно, будем это делать, что вот здесь будет прямая сумма Rn, где n меньше либо равно 0, то есть мы будем рассматривать сегодня, по крайней мере, отрицательно, неположительно градуированные вот эти дела. Вот. И главное условие, что вот это умножение ассоциативное, и что дифференциал с ним согласован, то есть d от a b равняется d a умножить на b плюс минус, значит, a на d b, если a и b однородны, то есть если, значит, a, b, a принадлежит R i, а b принадлежит R g, то вот этот вот знак, вот минус, он будет плюс минус единица в степени i. То есть потому что правило такое, что d всегда нечетный символ, и когда два, и у нас каждая как бы символ, который мы тут пишем, имеет свою четность, и когда два нечетных символа переставляются, в данном случае это d и a, видите, тут d a, а тут a d, то возникает знак минус единица, минус единица, а во всех других случаях, значит, знака не возникает. Вроде это называется Кашулево правило там знаков. Вот. Окей. Значит, это про DG-алгебру, и то, что мы делали в прошлый раз, это мы, значит, писали вот у этой алгебры резольвенту, то есть это значит, что мы хотели найти такую R, вот, которая проектируется в симметрическую алгебру от полиномов, и, значит, это все репция, и к гомологии, то есть это P, и к гомологии A равны ИТ, равны S от V, когда I равно нулю. Да, R, значит, Z меньше либо равно нуля градуировано, вот, то есть нету положительных градуировок, и равны нулю при I не равно нулю. И мы такую штуку, значит, строили, причем в деталях, там мы рассматривали сначала случай, когда V двухмерно, потом трехмерно, но я сейчас скажу уже общий, значит, результат, что мы рассматривали такую ко-алгебру, лямбда V, сдвинутая на единицу, то есть это означает, что вот это V, оно к гомологически в степени минус 1 лежит, то есть это такой комплекс, в котором V находится в степени минус 1, а во всех других местах стоят нули, как бы, да, вот, и мы можем от этого, ну да, то есть это симметрическая алгебра от такого, в принципе, потому что то, что она внешне, это как раз и означает, что ее вот эти образующие косо коммутируют, со знаком коммутируют. Но давайте я вот так напишу, как мы вчера писали, то есть в прошлый раз, это означает, что ее образующие лежат в степени минус 1, вот, а потом мы брали, значит, стензорную алгебру, свободную от этого дела, всего сдвинутого на, значит, наоборот уже минус 1, вот. То есть такая хида, и тут не было единицы, тут мы эту единицу убирали, просто вот, вообще внешняя алгебра начинается с единицы, я извиняюсь, если это там довольно быстро происходит, дело в том, что я в прошлый раз рассказывал вот очень подробно, и сейчас просто можно, можете там у кого-нибудь спросить и так далее, вот, и, значит, смысл в том, что у меня, значит, тут вот образующие, то есть есть вот во внешней алгебре V, есть вот само V, да, это V, оно имелось к гомологическому степени минус 1, когда я сдвинул на единицу, а потом я еще все это вместе сдвинул на минус 1, оно стало иметь снова степень 0, то есть, короче говоря, V, оно принадлежит вот в этом деле, имеет степень 0. И также есть там, например, лямбда квадрат V, оно тоже тут лежит, но оно имеет степень минус 1 и так далее, да. Вот, и теперь лямбду я рассматриваю как ко-алгебру, то есть на ней есть вот такое градуированное ко-коммутативное ко-умножение, то есть есть там лямбда, ну, плюс можно написать V, она отображается в лямбда плюс V умножить на лямбду плюс V, да. Вот, и, ну, например, вот на просто образующих это 0, это называется, что они примитивные элементы, это когда вот это ко-умножение, обычно дельта обозначается, оно равно 0. Вот, все элементы, да, ну, да, вообще можно так сказать. Вот здесь на лямбда квадрат от V, вот, оно переводит это V умножить на V, вот, причем, значит, до того, что я сдвинул на вот эту единицу вправо, тут все прекрасно, это имеет степень минус 2, это минус 1 и это минус 1, то есть это, так сказать, отображение является степенью 0. И просто чтобы я там мог написать, что XI умножить на XIG, значит, оно переходит, соответственно, в XIG вот так, XIG минус XIG, XI, ну, и так далее. То есть это такое ко-умножение, которое косо-коммутативно, то есть коммутация со знаками. Можете потом спросить, если будет что-то непонятно. Вот, ну и после того, оно, значит, степени 0, еще раз, и после того, что я сдвинул на единицу вправо, оно оказывается степенью плюс 1. То есть вот это вот ко-умножение, бывшая степенью 0 тут, после сдвига оказывается степенью плюс 1, и на самом деле квадрат этого ко-умножения, вот квадрат этого вот отображения, он оказывается равен нулю. просто это следует из, ну, ну да, это следует, то есть, значит, нет, нет, я неправильно говорю, нет, я неправильно говорю, значит, я как бы хочу рассмотреть, вот я теперь, то есть я хочу, у меня дифференциал всегда же должен быть дифференцированием, да, то есть вот он должен такому правилу Лейбница удовлетворять. Значит, я его задаю для того, чтобы задать такой дифференциал, я должен его сначала задать на образующих. Значит, вот это вот все, это у меня свободная алгебра, тензорная, значит, свободная алгебра, в которой есть много-много образующих. Они тоже имеют какие-то степени, но вот в данном случае вот образующие, образующие, это были кто? Это, значит, лямбда и т от в сдвинутого на, ну, можно написать лямбда и т от в, и они лежат в степени минус и плюс один, да, потому что после всех этих сдвигов, то есть вот это вот образующие, и все, то есть, и мне нужно задать дифференциал на образующих, и я, значит, на v говорю, что дифференциал равен нулю, а на вот v, на вот этим лямбда и v, когда и не равно нулю, он равен, значит, дельта в лямбда и в лямбда, ну, v умножить там на лямбда v. То есть вот, и после вот этих всех сдвигов это оказывается степени плюс один, и я его дальше продолжаю по правилу Лебница. Вот это называется правило Лебница со знаками, и оказывается, что это d в квадрате равно нулю, и то, что оно d в квадрате, то, что оно равно нулю, в точности следует из коассоциативности вот этого коумножения. То есть, ну да, то есть вот так. Я можно погромче, а то я не слышу, к сожалению. Вот здесь, ну, оно действует, вообще говоря, в прямую сумму, по a плюс b равно i, и тут будет, значит, лямбда и a, v умножить на лямбда b, v, и происходит следующее, значит, вы берете i, ну, вы берете, значит, вот это кси 1, так далее, значит, кси i, и вы его как бы разбиваете на две части всевозможным образом, да, то есть вы, ну, со знаками, то есть это, значит, дельта от этого дела будет равна, соответственно, ну, сумме какой-то там со знаками, значит, знак, это будет знак перестановки, ну, по a плюс b равно i, и тут вы напишите кси там, ну, и по всем перестановкам сигма, вот этого от единицы до i, тут вы напишите кси сигма от единицы, так далее, кси сигма от а, и это будет тензорно умножено на кси сигма от а плюс 1, так далее, кси сигма от i. вот, и на самом деле, ну, эти знаки, это будет просто знак перестановки, как бы, да, но можно брать, конечно, только по shuffle, по этим самым, можно брать сумму не по всем перестановкам, а только по shuffle перестановкам, то есть которые сохраняют порядок вот здесь и сохраняют порядок здесь, то есть такие вот shuffle перестановки, известен, да, этот термин, как бы, ну, вот, ну, то есть, ну, да, то есть вот такая вот штука, разбиваем на две штуки, да, да, вот то, что вот у нас тут происходит, это вот пример, потому что когда у меня i равно 2, ну, не i, вот то i, то есть когда у меня 2 аргумента, то ничего больше не остается, я разбиваю на 2 группы, а если у меня их 3, кси 1, кси 2, кси 3, то от этого, значит, дельта, она, ну, тут у меня 6 возможностей, да, я могу, во-первых, у меня первая может быть маном степени 1 или маном степени 2, вот, и когда маном степени 1, я могу его выбрать тремя способами, и если я ограничиваю shuffle перестановками, то у меня, значит, таким образом возникают 3 возможности, и когда это маном степени 2, возникает 3 возможности, ну, я в прошлый раз это все выписывал, в общем, это сначала это будет вот так, на 2, 3, значит, минус 3 плюс кси 3, кси 1, кси 2, вот тут знаки выписаны правильно, и я думаю, что понятно, да, это знак именно перестановки, и я ограничиваюсь такими shuffle перестановками, перестановками, ну, плюс, значит, другая штука, когда здесь кси 1, 2, когда первый маном степени 2, и тут, значит, остается только кси 3, ну, и так далее, тут еще два члена, которые я не выписал. Нет, вообще говоря, это коумножение, которое у меня имеется вот здесь, вот, это коалгебра, вот, то есть коалгебра, это понятие двойственное к алгебре, в алгебре есть умножение, в коалгебре коумножение, но я в прошлый раз вроде как объяснял это немножко, вот, а дальше я хочу это дело интерпретировать, как образующие вот моей свободной алгебры. Смотрите, вот это D, вот может быть момент, который я должен пояснить, вот это D, оно удовлетворяет правилу Лебница. Это означает, что если у меня есть произведение двух образующих, и я знаю D от вот каждого образующей, то я знаю D от их произведения, точно так же от трех образующих и так далее, да, а образующие у меня тут вот эти вот лямбда от V, вот то, что вот здесь вот стоит, вот это вот образующие. Поэтому мне нужно определить, значит, на них, на таких как бы тех элементах, тензорные произведения, которых я беру, да, D. Но вот это D я определяю с помощью коумножения, которое есть вот на этой штуке, без доз двига на единицу. И это D, оно переводит образующие не в образующие, как вы тут можете видеть, а оно переводит образующие в произведение тензорное двух образующих, да, или в ноль. Потому что вот, например, если это все дело переписать в наших обозначениях прошлого раза с этим сдвигом, то есть мы, значит, кси-ит делали такой ребрендинг после сдвига, мы его обозначали в икси-ит, там, кси-ит, кси-жи-ит мы обозначали, делали такой ребрендинг кси-ит, жи-ит и так далее. Это вот после, это то, что с ними получается после вот этого сдвига. Ну, просто немножко более привычно. Это не обязательно. Вот тогда, значит, у нас, ну, вот D от икси-ит равно нулю, да, D вот от этого кси-ит-жи-ит, то есть вот от этого, оно, соответственно, равно x-ит-жи-ит минус x-жи-ит-жи-ит. То есть тут мы видим, что вот от этой образующей, D, это тензорное произведение, в смысле вот этого T, тензорное произведение двух образующих и так далее. То есть как бы это D, оно не действует на образующих, оно действует из образующих в тензорный квадрат образующих. Ну и дальше мы это продолжаем по правилу Лебница. Вот как там написано. У нас получается, на самом деле, надо проверить, что d в квадрате равно нулю. Ну вот можете проверить. Это следует из того, что коумножение коассоциативно на самом деле. Окей? Ну вот. Ну, можно потом это обсудить. Но вот d в квадрате равно нулю, в принципе, это то, что нужно проверять. Ну можно даже, я не знаю, посмотреть, как это получается. Может быть, вот, например, на таком примере. Просто пример какой-то разобрать. Но самый первый пример это когда есть кси итое, значит, кси житое. И мы его переводим в кси итое после сдвига на единицы. В общем, тут, короче, получится, конечно, бардачок некоторый. Но вот кси итое, житое. И давайте я буду в моих этих новых обозначениях, что после сдвига на единицу. Это получается, значит, икс итое, икс житое минус икс житое, икс итое. Вот. И тут, конечно, после этого второе d, оно равно нулю, потому что я его считаю по правилу Лебница, а d на каждом из иксов итое, оно равно нулю, потому как я его задал. Я не могу на две части. То есть это в этом случае понятно. Теперь, значит, следующий нетривиальный случай — это х, икс, 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 да? Тогда у меня здесь получается, соответственно, шесть членов. Тут уже получается довольно более хитрая вещь. Вот. Ну, значит, я могу написать кси… Давайте я все-таки это перепишу. Ну, значит, жи, ка, чтобы проверить. Минус х, жи на кси ик, значит, плюс х, ка на кси и жи, значит, минус… Наверное, плюс, я думаю, да, думаю, плюс. Кси и жи на х, ка, значит, теперь минус кси ик на х, жи, да? Да, и теперь плюс кси, да, жи, ка на вот х, и, вот. Я думаю, вот это верно. И теперь я, значит, теперь я применяю еще раз это d, применяю, значит, это d было, и это тоже d. Я теперь, значит, беру вот это d и применяю теперь по правилу Лебница, значит, уже вот к этим образующим. Ну, на х у меня равно нулю, поэтому по хам это как бы линейно получается. Вот. Я должен только вот к этим кси, двойным кси применять. Вот. У меня, конечно же, получаются маномы из трех хов. Ну, и вот можно проверить, что, ну, что маномы, то есть маномов из трех хов 6 факториал, да? И каждая кси у меня дает как бы два члена. Произведение в одном порядке и произведение в другом порядке. То есть у меня тут 6 уже, и каждая дает 2, то есть у меня получается 12. Ну, вот можно проверить, что на самом деле из этих 12, значит, они будут попарно сокращаться. Понимаете, да? Ну, вот как-то так. Давайте я на этом остановлюсь. Вот. Но это можно и более, конечно, концептуально все сказать. Но давайте вот я потом, может быть, скажу. Сейчас можете поверить, что d в квадрате равно нулю. Вот. И, значит, я теперь, значит, и в чем у нас была теорема? Теорема была в том, что это действительно свободная резольвента. То есть в прошлый раз симметрическая алгебра от V. В прошлый раз мы показали, что у нее в нулевом члене правильная когмология. Да, это было как бы очевидно, потому что вот в нулевом члене сидит просто тензорная алгебра от всех этих иксов. Один, n. Да? Это стоит в градуировке ноль. А в градуировке минус один у нас такие маномы, в которых, ну, сумма, линейные комбинации, конечно, таких маномов, которые ровно один икс и жи, а дальше т от иксов и еще одну т от иксов. То есть у меня ровно один элемент минус один. Потому что, чтобы посчитать вот эту степень, я должен сложить степени всех элементов. Вот. Икс, n. Ну, прекрасно. Вот. И, значит, тут вот есть этот дифференциал. Значит, на иксах он равен нулю, поэтому он бьет вот только на этот кси и т, жи, т. И дифференциал от этого всего дела равен такая же, значит, элемент от иксов. Тут будет х и т, х жи, т минус х жи, т, х и т, да? И тут будет, значит, вот то, что было там, т от этих иксов. Еще один элемент. Ну, то есть это омега 1 от иксов, это омега 2. И будет то же самое. То есть мы получаем, что на самом деле вот образ, это просто двусторонний идеал, порожденный всеми такими коммутантами. А чтобы посчитать нулевые икогмологии, я должен посчитать фактор по этому образу. Но это будет в точности фактор по двустороннему идеалу, порожденному всеми коммутантами, да? То есть это будет симметрическая алгебра. Потому что любые 2 икса будут коммутировать в этом факторе. Окей, но это просто значит нет. Но это было просто. А то, что мы не сделали в прошлый раз сложная часть, как бы, это вот, где нам будет нужно немножко коммологической алгебры, это показать, что нету других коммологий, минус первых, минус вторых и так далее. То есть то, что мы таким образом получаем, это действительно резольвента. Окей? Вот, значит, что мы будем использовать? Значит, мы, я буду сейчас это докажу, да? Будем это, будем использовать такую вещь, что, а может, я спрошу, а может, кто-то знает доказательства? Есть такие люди? Нет таких людей? Окей, хорошо. Значит, я не очень скучно говорю. Вот, значит, смотрите, я буду считать иксты сначала над симметрической алгеброй от одномерного модуля в одномерный. Значит, вот, что это значит такое? Вот у меня симметрическая алгебра, в ней содержится симметричная алгебра от V, в ней содержатся симметрические алгебры маномов, ну, как бы, вот, я могу написать, что симметрическая алгебра от V, это значит, K плюс симметрическая алгебра с плюсом от V, где вот здесь находятся вот эти штуки, которые положительных градуировок. Очевидно, что это идеал, да? То есть идеал в симметрической алгебре. Поэтому у меня возникает отображение с симметрической алгебры фактора по этому идеалу, а это, значит, как бы одномерная штука, и у меня тогда вот это одномерное пространство оказывается модулем над… Ну, если у меня есть… Ну да, у меня оказывается модулем над… Ну, если я вот так вот это дело интерпретирую, то совершенно очевидно, что это оказывается модулем над симметрической алгеброй. То есть я могу рассматривать k как модуль, как одномерный модуль над симметрической алгеброй. s, да, окей, конечно. Ну, у меня что такое s вообще? Значит, у меня тут s, это значит k плюс v плюс симметрический квадрат v, да, плюс симметрический куб v плюс так далее. И вот я все вот кроме k, вот весь этот кусок обозначаю s плюс от v. Вот. Ну и очевидно, что если я беру элемент из s плюс и любой элемент из s, я снова получу элемент из s плюс. Да, то есть если я беру элемент, в котором нету k и умножаю на любой совершенно элемент, хоть имеющий k, хоть нет, то я получу снова элемент отсюда. Ну, поэтому я и говорю, что вот это получается идеал, и я таким образом могу вот этот одномерный k, которое вот остается, рассматривать как модуль над… То есть как этот модуль устроен? Вот как устроен вот этот модуль явно. Значит, на него s плюс действует нулем, действует как ноль, а, значит, k действует, ну, k действует как оно должно действовать, не нулем. Понятно, да? Вот, все, прекрасно. Значит, я хочу, значит, посчитать вот такую штуку. Значит, что такое ext? Есть сейчас люди, которые еще не знали раньше и не выучили к этой лекции, что такое ext? Вы его не выучили еще, да? Ну, идея в том, что я хочу, значит, заменить вот первый аргумент на проективную резольвенту. То есть это модуль над этой алгеброй, это модуль над этой алгеброй, я хочу посчитать, ну, вот эти производные функторы. Для этого я должен заменить k на резольвенту. На самом деле, в моем случае это будут резольвенты из свободных модулей. Вам даже не надо знать, что такое проективное. Значит, резольвенты из свободных модулей — это такой комплекс, у которого нулевые когмологии такие, а низших, то есть отрицательных когмологий нету. Он отрицательно градуирован. Ну, на самом деле, там вот в тех книжках, ссылки на которые я давал, доказывается, что такие комплексы всегда существуют, но они неоднозначны. И, значит, дальше, если у меня есть такой комплекс, любой из таких комплексов, я могу сделать… А, у меня есть еще много места. Я могу сделать следующее. Значит, давайте немножко в более общем. Если я считаю, если у меня есть а-алгебра, например, и есть mn, это а-модули, и я хочу посчитать ext, значит, над a в а-модулях, пишется просто a, от m в n. Я должен заменить m на проективную резольвенту, то есть на такое p0, p1, p2 и так далее, у которых, значит, вот тут 0 стоит. Вот в этом месте когмологии равны, допустим, m, и это изоморфизм. То есть вот есть такое отображение p0 в m, который изоморфизм комплексов, то есть означает, что на образе p1 оно равно 0, это отображение. То есть оно индуцирует корректное отображение на когмологиях. То есть, грубо говоря, мне нужен вот квазизоморфизм, то есть отображение комплексов. Вот такого в такой. Вот, отображение комплексов, это значит, что я должен по члену иметь отображение, которые еще бы при этом давали бы все вот эти квадраты коммутативные. То есть это отображение комплексов, и оно должно индуцировать изоморфизм на кагомологиях. Но в этом случае это просто означает, что образ P1 содержится в ядре вот этой проекции, потому что вот такое должно быть равно такому, а значит должно быть равно нулю. И условие, ну понятно, да, и фактор P0 по образу, значит, от D от P0 в P1 должно быть изоморфно просто M. И если вот все вот эти вот модули, они свободны, это называется свободный резольвент. Если проективный, давайте я не буду сейчас давать определение, это называется проективный резольвент. На самом деле проективных достаточно. И такие резольвенты, они всегда существуют, и на самом деле утверждение заключается в следующем, что если у меня есть две любых таких резольвенты, то они в некотором смысле гомотопически эквивалентны. Значит, давайте я не буду давать определение, это опять-таки можно в книжках прочитать, но следствие из этого такое, что вот если я возьму любую такую резольвенту, и теперь возьму HOME вот в этой категории А модулей из проективной резольвенты вот первой в N, это моя первая резольвента, а также у меня есть, допустим, другая резольвента, вот А модулей, я возьму HOME из этой другой резольвенты, второй в N, то это будут, значит, комплексы, потому что, ну это будут уже положительно градуированные комплексы, да, потому что это у меня HOME из отрицательно градуированных, у меня получится положительная градуировка, и, ну, понятно, что это будут за комплексы, вот, например, вот этот, значит, здесь будет 0, здесь будет HOME в категории А модулей из P0 в N, здесь будет HOME из P1, значит, в N, ну и так далее, и D в квадрате будет равно 0, ну, вот, и дифференциал здесь, это просто, вот, как это сказать, это прекомпозиция вот с дифференциалом здесь, если у меня есть из P0 в N, то я могу вот отображение, я теперь могу взять предкомпозицию слева, да, вот с этим отображением у меня получится отображение из P1 в N и так далее, да, у меня получается тоже комплекс D в квадрате равно 0, но вот у этого не было когмологии, а здесь вообще говоря будут, и они чему-то будут равны, так вот оказывается, что эти когмологии, они не зависят, если это проективная резольвента, от выбора этой резольвенты, и эти когмологии называются EXT в категории А модулей, значит, из M, V, N, ну вот, ну это очень бегло, давайте вот это очень примитивно бегло, но менее примитивно и более подробно в книжках, окей, то есть мораль этого, как я это сегодня буду использовать такова, что если у меня есть две резольвенты, и я считаю вот такой комплекс с помощью первой резольвенты и с помощью второй резольвенты, то то, что у меня получается вот эти вот группы когмологии этих комплексов будут те же самые, вот, понятно, да, вот, все, теперь я уже рассказал, что я буду делать, я буду, значит, вот брать две разных проективных резольвенты вот у этого одномерного модуля К, окей? Понятно более-менее? Ну, по крайней мере, мотивирует книжку читать, я думаю, я надеюсь, ну или напишите мне там, да, если что-то непонятно, хорошо, вот, значит, ну, первая, первая, значит, резольвента, она очень общая, она есть над любой алгеброй, и она называется бар резольвента, и она вот, она совершенно общая, она никак не использует то, что моя алгебра, это симметрическая алгебра, а вторая резольвента, она существенно более экономная, в ней меньшие вот эти пейиты, и она вот уже специфична для вот этой вот симметрической алгебры, да? И смысл в том, что вот я произведу, то есть вычисление с помощью первой резольвенты даст мне вот ровно то, что у меня тут есть, после некоторого такого еще трюка, а вычисление с помощью второй сразу даст ответ. Значит, ответ, который я получу с помощью второй будет такой, что вот этот вот ext v с v модулей из единицы в единицу, это, значит, будет внешняя алгебра от пространства v со звездочкой. да, v со звездочкой, вот, двое снова пространства. То есть в том смысле, что вот тут я должен написать, то есть нужно написать, что иты и когмологии будут иты внешние вот эти дела, то есть там все вместе будет внешняя алгебра, да? Вот, но это мне даст, значит, вторая резольвента, которая более маленькая, а с первой резольвенты я такое вычисление не смогу провернуть, но, по крайней мере, у меня обнаружится связь вот с этими делами. Сейчас, дайте, у меня, к сожалению, нету сегодня часов, потому что они в дубне сломались, и вот я их только дал чиниться, вот, поэтому мне нужно будет, можно я вот так вот положу, и чтобы просто следить за временем. 10 минут осталось до перерыва, да, насколько я понимаю. Значит, вот, какая у меня общая резольвента? Общая резольвента называется бар резольвента, которая есть всегда, не обязательно для симметрических алгебров. У вас были такие бар резольвенты? То есть вы это знаете все, кроме тех, кто, ну, тех, кто… А, были вот у тех, кто на четвертом курсе, да, и не были у тех, кто на третьем. Или как? Или я правильно? У нас не было. Ага, понятно, да. Нет, ну это очень легко сказать. Это такая вещь. Бар резольвента модуля M. Модуля M. Значит, ну вот, у меня, значит, такой комплекс M. В него отображается A умножить на M. В него отображается… Допустим, я буду сразу рассматривать приведенную бар резольвенту. Приведенная бар резольвента. В него отображается A умножить на A бар. Но она не поэтому… А, может и… Да, вроде поэтому бар и называется. Значит, тут отображается A на A бар в квадрате. Ну, то есть два раза A бар. Вот, умножить на M. А, вот что такое бар? Да, бар — это векторное пространство, которое равно просто фактору A по пространству, порожденному единицей. То есть у меня в алгебре же есть единица в любой… Я алгебру с единицей рассматриваю. Это важно. Для алгебры без единицы я такого не могу построить. То есть могу, но это не будет резольвент. Да, вообще не могу. Ну, такую вот не могу. А если в общем случае могу, но не будет резольвентой. А вот нужно, чтобы алгебра была с единицей. Да, алгебра A с единицей. Вот, тогда я могу такую вот штуку написать. Могу написать такой комплекс. Вот это будет в степени 0, это будет в степени минус 1, это будет в степени минус 2, это будет в степени минус 3. А, нет, нет, я извиняюсь. Я все перепутал, конечно. Да, я все перепутал, наверное, сейчас. Это будет оцепление. Нет, я перепутал. Вот это будет вот так, это будет в степени 0. Это будет степенью минус 1, это будет степенью минус 2. И вот так, да. Да, вот как устроено отображение, действительно. Отображение устроено следующим образом. Вот здесь вот это вот отображение в m, у меня же это будет резольвента, p, да, оно просто берет a умножить на m и переводит в a m. То есть в это действие элемента a на элемент из модуля. А вот здесь вот отображение нужно, они такой длинной формулой задаются, и надо их, значит, написать. Ну, я напишу, будет понятно, в общем. Я, наверное, ну я напишу сначала короткие формулы, а потом будет, ну напишу и длинную. Еще раз. Как делает комплект? Левый? Влево. Влево, да, у меня вот в общий член такой a на a бар в степени k, ну n, если k это поле, и умножить на m. И эта штука, как мы видим отсюда, она находится, значит, в степени минус n. Просто над полем. У меня все над полем, и над полем тензорное произведение. Это тензорное произведение векторных пространств. Вот a bar у меня перестает, как вы видите, здесь быть алгеброй и становится векторным пространством. Ну, в принципе, то же самое можно, если бы я нигде бары не писал, но вот для моей конструкции мне удобнее, чтобы все было с барами. Ну вот, и, значит, хорошо, значит, вот теперь как устроено вот a на, вот a 1 бар на m. Вот как устроено вот такое отображение. Ну, вот этот дифференциал d. Нет, сначала я строю дифференциал отображения. Из этого комплекса оно будет только, как мы договорились, в нулевом месте, потому что это должна быть резольвента. То есть я строю вот такое вот отображение. Оно не нулевое, только в нулевом месте. Да? Понятно? Вот, а я хочу дифференциал построить, чтобы это была резольвента. Вот, значит, вот эта штука будет переходить в a 1 m минус a на a 1 m. Ну, вы, конечно, можете меня спросить, а как же я так вот пишу a 1, когда у меня тут a 1 бар по модулю единицы. Ну, вы легко можете понять, что если у меня a 1 равно единице, то получится 0. Потому что у меня, ну, если у меня a 1 равно единице, то тут получится a умножить на m минус a умножить на m. То есть 0. Поэтому я могу смело профакторизовать по этой единице. Несмотря на то, что у меня тут написано a 1 бар, я пишу вот здесь a 1 с чистой совестью. Да? Вот, теперь, значит, когда у меня их есть 2, там, a, давайте a 0 на a 1 бар на a 2 бар на m. Вот. Ну, легко понять, что получается. Значит, я просто беру такую знакопеременную сумму такого типа a 0, a 1 на a 2 бар на m минус… То есть я беру произведение этих двух, потом вот этих двух. минус a 0 на a 1, a 2 бар на m плюс a 0 на a 1 бар на a 2 m. Ну, вот. И опять-таки та же самая история. Я могу сначала все это написать без баров, а потом я могу написать, что если, например, a 1 равно единице, то у меня вот этот член будет a 0 на a 2 на m. И вот этот член будет a 0 на a 2 на m. И поэтому я по всем единицам могу профакторизовать. И у меня, короче говоря, корректно это опускается вот таким образом. Но a 0 не может быть баром. То есть вот первый фактор, он должен быть, со множителем, он должен быть без бара. Окей? Мы черту из этой записи убираем. Сейчас. Что? По принципу мы черту из этой записи убираем. Вот у нас, например, есть запись a 1, a 2 с чертой. Да. Это элемент фактора. Вот левую, да, правую, то есть вы имеете в виду, вот эту. Да? Не, не, вот тут нет. А ты на прощерпываешь, вторую слагаемую, то есть мы ее убираем. Да, но мы ее и тут убираем, и тут убираем. Вторую слагаемую, вторую запись. А, вторую запись. Нет, ну мы просто можем сначала все это дело написать, ну, игнорируя черточки, а после этого можем показать, что если каждое из слагаемых, любое из слагаемых итое, например, равно, то есть не слагаемых, а со множителей, а итое равно единице, то у меня получается ноль. Ну, понятно, то есть это, да, то есть как я это делаю? Допустим, у меня a первое равно единице. Вот. Понятно, да, это я должен проверить. Ну, тогда у меня вот здесь получается a 0 на a 2 там бар на am, и здесь получается a 0 на a 2 бар на am. Значит, когда a первое равно единице, у меня получается ноль. Значит, это все корректно определено на, вот когда a первое по модулю констант. И то же самое со вторым и так далее. Вот. Ну и на самом деле можно показать, что это равно, что это действительно d в квадрате, ну и так далее. То есть если у меня есть a 0 там на a 0 на a 1 бар на так далее, там на a n бар на m, понятно, что d от этого, да, это будет сумма, ну, да, это будет там сумма по и, ну, наверное, лучше написать, что это будет a 0 на a 1, да, минус сумма или плюс сумма, вот, а, то есть, ну, в общем, короче говоря, это будет сумма по слагаемым, в которых я беру произведения двух соседних. Я давайте чередую знаки, да, давайте я не буду сейчас это писать. Вот. Ну и на самом деле d в квадрате равно нулю. Ну, это просто на самом деле видно из следующих соображений. Вот если у меня есть a 0, там на a 1 бар, на, там, a n бар на m. Вот. Почему там у меня d в квадрате равно нулю? Ну, потому что каждая d у меня делает следующее. Оно либо, вот тут два, ну, вот да, оно либо берет произведение двух соседних, заменяет там, то есть, каждая d у меня заменяет либо a и t на a и плюс первое, да, на произведение a и t, a и плюс первое, вот, либо оно, значит, берет произведение самое левое, либо самое правое. Теперь я утверждаю, что d в квадрате, оно, значит, равно нулю. Ну, как я могу это установить? Ну, просто я должен, значит, для каждого элемента из d в квадрате получить его двумя способами, но с разными знаками. Ну, это такое вот упражнение. Например, вот у меня есть такой самый правый экстремальный член, a nt на a n минус первое на m. То есть, вот такой член, а тут будет, значит, a n минус второе бар и так далее. Вот такой вот член, он, конечно же, принадлежит, ну, a d в квадрате. Ну, я могу его получить двумя способами. Значит, первый способ, это когда я и при первом d вот делаю такое, а потом и при втором d делаю вот то же самое. То есть, я умножаю самое правое a на вот элемент из модуля. А с другой стороны, я могу его получить другим способом. А именно, я могу при первом d вот спаять два, ну, как бы в самых правых, не считая m. А потом вот это произведение двух самых правых я могу умножить на m при втором d. И они будут фигурировать с разными знаками. И так всегда. То есть, на самом деле, можно просто показать, что, ну, вот, любой элемент из d в квадрате, который я могу получить, таким образом, я получаю двумя способами, но с разными знаками. Вот, ну, то есть d в квадрате это равно нулю, это прекрасно, но это означает, что я получил комплекс. Также очень легко, конечно, установить, что его нулевые когмологии равны m, да, если алгебра с единицей. То есть нулевые когмологии, это значит, как мы видели, тут это вот фактор такого по такому. То есть вот есть отображение в m, и это отображение является, значит, изоморфизмом. Вот, но мне надо показать, что высшие когмологии, вот, то есть в местах минус 1, минус 2 и так далее равны нулю. Ну, и это тоже довольно легко в данном случае показать, а именно я это делаю с помощью вот гомотопии. То есть гомотопия это такая вот вещь, что я в общем случае... Сейчас, может быть, сейчас уже, наверное, пора сделать небольшой перерывчик. Так, где он здесь? Так, сколько у нас времени? А, или мы позже начали, да, то есть мы начали чуть позже. Ну, давайте еще чуть поговорю, потом сделаем перерывчик, да, еще минут 5. Вот, значит, что такое гомотопия? Это если у меня есть два, вот есть комплекс m и есть комплекс n, и между ними есть два отображения, там f и g. Оба отображения комплексов. Это означает, что вот эти там все квадраты, вот, вот это f, это f, и все вот эти квадраты коммутируют, все. И то же самое с g, то есть это отображение комплексов. Заметим, кстати, что отображение комплексов, то есть если все эти квадраты коммутируют, дает мне отображение групп к гомологии. То есть такое вот мне дает h и t от m в h и t от n. И, в принципе, вот, собственно, вот это условие, оно необходимо для того, чтобы оно, вот, отображение f индуцировало бы некоторое отображение на группах гомологии. А, да-да-да, я извиняюсь, да, конечно. И надо наверху, я там наверху писал, выше. Наверху было, да? Ну пусть будет наверху, да. Я извиняюсь, да, это просто из-за того, что быстро. Я сам ненавижу эти гомологические нижние, ну, в смысле, понижающие степень минус 1 градуировки. Вот, ну и то же самое, значит, у меня есть вот здесь, когда m и минус 1, n и минус 1, вот, f, и этот квадрат тоже коммутирует. Ну вот, из этого я заключаю, что у меня получается, что цикл переходит в цикл, и граница переходит в границу, и поэтому цикл, значит, d равно 0, а граница, что образ d, наоборот. Это терминология такая. Вот, ну и поэтому у меня получается отображение групп к гомологии. Ну, может, если первый раз, видите, это, ну, это правда очень просто, это, там, почитайте вот все книжки, да, и все будет очень понятно. Вот, ну и теперь у меня есть два таких отображения, f и g, и они называются гомотопные, если вот есть такие косые отображения h, то есть которые, наоборот, увеличивают степень на, то есть понижают степень на единицу, то есть увеличивают, да, 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 конечно, да, понижают степень на единицу, если это степень и плюс 1, и должно выполняться вот такое, что вот это равно dh плюс hd, ну или плюс там с каким-то знаком. То есть вот это вот h, вот это d, и вот это вот тоже d, и вот это h. То есть вот если я вот такое делаю, и плюс или минус вот с таким, то у меня получается f минус g. Вот, то есть что f не равно g, но оно почти равно g, оно равно g с точностью до гомотопии. Вот надо так. Тогда вот отображение f и отображение g, которые индуцируются на когомологиях на h, m в h, n равны просто. То есть если вот выполняется такое, то соответствующие отображения на когомологиях будут равны. Ну, можете это, ну, слишком много, конечно, упражнений, но, в общем, ну, можем сейчас в перерыве чуть поговорить, ладно? Вот, ну и, значит, вот, вот просто, то есть вот, если я хочу показать, что какие-то два отображения, значит, равны на когомологиях, ну, в принципе, обычно это делают таким образом, ну, есть много, конечно, способов, но самый стандартный, это пытаются найти такое вот h, косое, степени минус 1, так что выполняется вот эта штука. Нет, ну, почему, собственно, предположим, что действительно, что у меня есть какой-то цикл, то есть я должен показать, например, что, предположим, что омега из, там, m и t такое, что d омега равно нулю, да, то есть что это цикл. И я хочу показать, что если я беру f от омега и g от омега, то это равно там d от чего-то, то есть от какого-то элемента. И тогда я буду, значит, знать, что у меня, ну, f от омега и g от омега когомологичны, значит, равны в группе когомологии. Ну, я просто тупо подставляю омега вот в эту формулу, и у меня получается, что f омега минус g омега равняется dh омега, там, плюс или минус, допустим, плюс hd омега. Но d омега-то у меня равно нулю, в этом было предположение, потому что я взял цикл в m. Ну вот, и у меня получается, что f омега минус g омега равно d от h омега. Вот, пожалуйста, у меня элемент, от которого они равны d, значит, они определяют одинаковый элемент в группе когомологии. Ну вот, все. Значит, теперь, если я хочу доказать, что какой-то комплект стягиваем, то есть что у него нулевые когомологии, то что мне нужно, соответственно, сделать? Мне нужно показать, что единичный и нулевой то есть если я, например, хочу показать, что какой-то комплект стягиваем везде, то есть у него вообще никаких когомологий нет, то мне нужно просто взять два отображения из этого комплекса в себя, да? То есть если у меня есть комплекс m, я хочу показать, что у него вообще нету когомологий, то я могу взять тождественное отображение из m в m, это, конечно, отображение комплексов, и взять нулевое отображение и показать, что между ними есть гомотопия. Тогда у меня каждый цикл, с одной стороны, он перейдет в себя, омега перейдет в омега, а с другой стороны, значит, я покажу, что вот из той формулы, что омега равняется там d от чего-то. Ну вот, так вот люди делают. То есть они как бы пишут гомотопию для тождественного отображения, что на самом деле значит, что разница тождественного отображения и нулевого дает мне один и тот же результат на когомологиях. То есть то, что я хочу показать, это то, что тождественное отображение, оно равно, значит, dh плюс hd для какого-то h. И я хочу вот такое вот сделать для этой бар-резольвенты. И это для бар-резольвенты делается, в общем, очень просто. А именно я должен взять a0 на a1 бар на an бар на m. Я должен, значит, отобразить его, чтобы получить h в комплекс, у которого, соответственно, единицу больше со множителей. И это, ну да, потому что уж тут так получается, что мое d, оно понижает количество. То есть, с одной стороны, индекс-то увеличивается, но количество со множителей в этой бар-резольвенте понижается. Поэтому h должен увеличить на единицу, наоборот, количество со множителей. И это, ну, я его определяю таким образом, что я просто подставляю слева единицу, которая есть в моей алгебре, а тут пишу a0 на a1 и так далее на an на m. Вот. И на самом деле можно показать, что вот это действительно такое вот отображение h действительно удовлетворяет вот этому условию, а именно, что если я напишу dh там минус а или минус, наверное, или плюс hd, то все посокращается, кроме вот этого самого-самого первого элемента из d отсюда, который вот возьмет и перемножит единицу с a0, и таким образом я получу вот, собственно, тождественное отображение. А все остальные разбиваются на пары и сокращаются. Ну, можно потом это после перерыва, например, чуть-чуть более детально обсудить. То есть то, что мне нужно установить, это вот такую формулу, и эта формула, еще раз, мне нужна для того, ну, потому что я вот просто вот увидел, что если f минус g равняется dh плюс hd, то тогда f и g дают одно и то же отображение на когомологиях, но если f это тождественное, а g нулевое, то это означает, что тождественное отображение равно нулевому на когомологиях, а значит когомологии равны нулю, да? Все, сейчас у нас будет перерыв небольшой, а потом мы это продолжим. Я извиняюсь, вот если вот последние там 20 минут были скучны для тех людей, которые так проходили, значит, ну, гомологическую алгебру прямо до уровня там фактора Вердье, но, ну, так как вот есть и другие люди, я вот позволил себе напомнить, ладно? Девушкам, девушкам. В телеграм-канал как бы добавить? А это вот у нас есть вот Николай, который этим всем заведует, он модератор. Вот если кто-то хочет добавиться в телеграм-канал, обращайтесь к Николаю. А вот, вот, хороший вопрос, хороший вопрос, я вот должен был сказать, да, а вот с этой стороны, потому что, видите, вот, 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 да, да, потому что на А0, потому что вот это произведение, оно же А0-то с этой стороны не затрагивает, только с правой стороны, поэтому если я на А0 каким-нибудь элементом В действую слева, то у меня получается комплекс… А? Там еще, по-моему, получалось и показ, что по-моему, вот это, оно на самом деле не в категории модуля получается. Да, есть много бар-комплектов. Есть много, вы правильно говорите? Есть много бар-комплексов. Есть много. Они не только, они есть для алгебр, и я получаю ко-алгебру в результате. Есть вообще там над монадами какие-то очень общие. Это далеко не самый общий. Это просто та частная конструкция, которая мне вот нужна для того, чтобы там… Нет, в смысле, что само АЖ, оно не является гоморфизмом модулей, правильно? АЖ не является гоморфизмом модулей, но мне не надо. АЖ не является, потому что у меня есть, смотрите, вот если говорить научно, у меня есть, значит, комплекс А-модулей. Я хочу показать, что он ацикличен. Ну, во всех членов, кроме самого нулевого, да? Значит, окей, я могу построить… Я знаю, что у меня есть функтор, забывающий, если так чуть научнее, из категории А-модулей в категорию векторных пространств. Этот функтор сохраняет когомологию, поэтому мне достаточно рассмотреть… Это так, если совсем… Это такой вопрос, когда он в категории AR-модулей, у нас группа AR-модулей, а вот в произвольной А-модулей это просто будет А-модул за группы. И вот… В категории, еще раз… У нас в категории AR-модулей X несет, естественно, структуру AR-модуля. Да. Потому что там у HOM вот несет, а в произвольной А-модулей категории это будет только А-модулей группы. Вот может быть, есть какой-то класс категории А-модулей, для которых можно… Какие-то самообогащенные… нет сейчас извините а мне кажется что категория модулей это р-модуль вы говорите но это же только нибудь над коммутативным кольцом так на коммутативного стану не коммутативно это неверно если коммутативно верно да и то же самое сторонам тензином произведением если когда но правильно хороший вопрос да это называется вообще обычно такое ну да 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 нет ну вообще говоря вот есть такие моноидальные категории вот которых то есть они не обязательно должны быть абелевы вот обычно обычно вот этого то что вы говорите называется внутренний хом и вот есть как бы такая штука ну вот хом да вот тут будет x тут значит будет вот этот внутренний хом yz то есть это элемент той же самой категории он вот так вот обозначается и это должно быть то есть он должен быть правый сопряженный хому значит до x tensor y обычно они появляются парами в z да это значит должно быть моноидальное произведение это но в принципе вот недавно я видел такую вещь которые вот когда первичным является вот это а потом значит там изучаются условия когда у него есть левый сопряженный который который есть ну у которого есть по крайней мере внутренний хом но тогда значит хом двух объектов можно снова как над коммутативным кольцом то есть вот если у вас модули над коммутативным кольцом то это верно вы тут пишите архом да а тут вы берете хом который снова армодуль в армодуль вот эта штука то есть хом который не просто абелева группа армодуль да и это вот как не согласует конечно с изначальным который нет согласован согласован а ну смотрите это вообще ну в принципе это ну мне-то это занудно считать но в принципе я могу вам сказать где-то все очень подробно написано это книжка келья называется келья значит ну она старая книжка но она есть файле в виде файла значит как называется забыл то ли энричд кэтигари наверное энричд кэтигари серии посадить вот келья энричд кэтигари серии вот есть такая штука ну да не ну давайте я уже скажу что на самом деле вот если взять единицу есть еще единица этого келья энричд кэтигари серии да 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 а basic basic concept of англичка абсолютно да вот это вот и есть да и там вот просто ну там тут надо первые там надо 10 страниц прочитать чтобы понять как это все устроено как это все согласуется да ну есть симплициальные конечно есть симплициальные категории есть когда есть такие вот категорию часто встречаются в природе ну знаете вот есть дельта симплициальная есть бывает что хом ну вот можно как бы сделать так что хом это симплициальная да 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 и то же самое тогда автоматически будет это ну не автоматически но вот обычно вот это получается такими вот парами да абелевых категории ну да да наверное именно абелевых а вас интересует имена абелева я понял да не просто имена абелева окей ну пучки же нет по-моему если взять опушкование по моему с пучками все получается ну предпучка то есть на тестовом произведении тоже структуры предпучка только потому что эти опушкование все получается нет помдают и верно да да нет нет ну так но в принципе это бывает и для симплициальных множества и вообще для очень многих ну вот очень многие и даже на даже вот можно комплексы там или даже алгебры как я прошу раз говорил там рассматривать как ну замкли модельную категорию это на самом деле симплициальная замкли модельной категории то есть есть имплициальных ком до на хомах есть структуры симплициального множества есть аксиома cm7 то есть 7 аксиома модельных категорий которая говорит как это все должно согласоваться согласовываться то есть вот это на самом деле очень это очень здорово потому что ну когда у у вас есть вот симплециальная модельная категория, то вы можете, если у вас есть первый объект в эфибранте на второй эфибранте, то вы можете хом в гомотопической категории считать. Тогда, значит, вот это будет, насколько я понимаю, фибрантное симплециальное множество, и вы можете хом считать просто как пиноль от этого фибрантного симплециального. Фибрантное в смысле кана. Это будет множество кана. То есть вы можете как бы вот эту гомотопическую всю вот эту науку считать без всякого выбора резольвент, а просто как пиноль. Ну, в принципе, так грубо говорить, потому что если я сказал, что первое кофибрантное, а второе фибрантное, это уже выбор резольвенты какой-то, но кофибрантный объект, это уже своего рода свободный объект, ну, в алгебраических теориях, то есть, например, в ДЖ-алгебрах, кофибрантное, ДЖ-алгебра, это примерно то, что я говорил, но чуть-чуть более общее. — Нет, нет, из инициального, да-да-да-да. — А выбор резольвентов, это выбор факторизации? — Выбор факторизации, да, то есть это на самом деле аксиома, если я правильно понимаю, 7-5, да, то есть там, ну… — Я не знаю, какие… — Нет, ну там есть такая… — Начиная с ХВ, кажется, или… — Есть такая аксиома, что если есть любой морфизм вообще в этой категории XY, то можно его профакторизовать как там какой-то Z, какой-то IP, вот, из которых, значит, либо это… — Фибрация, а то тривиальная фибрация. — А то тривиальная фибрация, либо наоборот. — Ну да, ну да, то есть если я беру, например, ну да, то есть резольвенты, это, значит, что такое? Вот у меня есть 0 в Y, и я беру, значит… — Применяю факторизацию. — Применяю факторизацию, да, так, чтобы это была кофибрация, а это тривиальная фибрация. Тогда, если, например, в DG-алгебрах вот это Z будет свободной DG-алгебра, это будет слабой эквивалентностью. — Да. — И при этом будет селективно отображаться на Y. — Ну да. — Ну да. — Сейчас, ну, по понятию, вот, по фибрации объекта, оно… — Да, другое совершенно, да, но не обязательно так. — Не-не, это я просто всегда, я мыслю так, в каких-то алгебрах. Есть разные, конечно, да, да. В топологической категории пространства это вложение CW-комплексов, да ведь? — Ну, там вот что-то не разобралось, то есть, вот, в Вильм-структуре там вот… — Давайте потом поговорим, а то уже надо начинать. — Хорошо. — Так, все, значит, еще и мне 45 минут надо… Я просто боюсь вас задержать на более долгое время. Так, значит, ну вот, ну давайте вот я оставлю, я не знаю, в качестве упражнения то, что… Вот я определил тут где-то вот это вот отображение, когда у меня вот отображение из бар-комплекса… Я, то есть, утверждение в следующем, что тождественное отображение из бар вот этого комплекса от M в себя, ну да, вот, ну, в себя, оно гомотопически… Оно, ну, гомотопически эквивалентно нулевому отображению. То есть, что существует такое H, что, значит, вот тождественное равно DH плюс HD во всех степенях, кроме нулевой. То есть вот в нулевой степени по какой-то… сейчас объясним… выясним по какой причине вот это вот ломается, то есть в степенях… в степенях не равных нулю. Вот. То есть из этого я, значит, вот, как тут объяснялось, заключаю автоматически, что во всех степенях не равных нулю у меня когомологии нулевые. Вот. Что очень ценно, потому что я таким образом получаю резольвенту, а в нулевых когомологиях, ну, вы тут уже сами посчитаете… Есть у меня вот отображение из A умножить на M в M, где ты писал… а, стер уже… То есть, ну, да, есть отображение вот из нулевого члена A умножить на M в M… Ну и вот можно показать, что тут вот нулевой член бар, а это просто M. И можно показать, что это, значит, квазизоморфизм, если алгебра с… То есть, что, ну да, это квазизоморфизм, если алгебра с единицей. Тут очень существенно, что она с единицей. Да, и правильно тут говорили, что на самом деле бар-комплекс это очень многозначное понятие, и есть очень много других бар-комплексов, и это там имеет какая-то общая конструкция над монадами, и вообще, и в частности, например, для алгебры есть бар-комплекс, который есть коалгебра, то есть они все очень похожими формулами пишутся, но смысл их разный. То есть вообще говоря, не надо думать, что вот если вы услышите бар-комплекс, то это обязательно такое. Вот, это не обязательно такое. Я не слышу. Писать повыше. Окей. То есть писать вот где-то вот до этого уровня примерно? Ну. Ну, я буду, но давайте в следующий раз просто сядьте поближе. Может быть, а то тут надо… Я, конечно, понимаю, что там уже удобно. Просто это тоже решение проблемы своего рода. Вот. Ну, да, ну давайте попробуем. Значит, вот у нас есть А0 на М. Значит, окей. Значит, D от него, как мы выяснили, равно 0. Вот эта штука будет из него делать H на А0 на М. Вот. И D от него будет равно А0 на М минус 1 на А0 М, да? Вот. Ну, хорошо. А тут, значит, оно равно 0, да? Потому что тут уже… Да. То есть, в принципе, если бы у меня была бы гомотопия в нулевом члене, это бы означало, что вот эта вот композиция равна тождественному отображению. То есть, что… Ну, видите, у нас тут есть тождественное отображение в каком-то смысле, его часть. Но у нас при этом есть еще вот такой вот контрчлен, который на самом деле нам не нужен для того, чтобы выполнялось вот это вот условие, да? Что тождественное – это DH плюс HD. Но это просто связано с тем, что у меня вот здесь D равно 0. Что я руками обрубил этот комплекс, вот не написавший тут M. Потому что если бы я написал тут M, то здесь бы у меня дифференциал был бы, конечно, как раз А0 умножить на M, и я бы получил ацикличный комплекс, да? Вообще. То есть можно на самом деле его не обрубать. Можно просто написать… Расширить этот бар комплекс, написать вот здесь M. И здесь написать вот А0 умножить на M, этот дифференциал. Тогда… Ну да, тогда H будет вот таким равно, действительно. И я как раз даже… То есть этот комплекс… То есть я могу вот вместо того… Я тот комплекс обрубил руками вот на этом вот месте. Но я могу вот теперь дополнить его вот этим вот M, которое здесь P, да? Которое я определял. И теперь вот показать, что вот этот комплекс ацикличен вообще во всех степенях. Ну и это действительно… Это то же самое, конечно. И это действительно вот верно даже в нулевой степени. Потому что в нулевой степени вот у меня теперь тут не D, а P. Вот то расширенное D, да? И тогда у меня здесь будет А0 умножить на M. Здесь единица на А0 умножить на M. Здесь вот будет, соответственно, вот H определенная подстановка единицы. А здесь будет два члена. А здесь будет, соответственно, H вот этому равно, да? И я получаю, что у меня вот только вот этот член не получается в HD плюс DH. И это вот тождественное отображение. Ну и на самом деле то же самое верно вообще и в высших степенях. Вот вы можете это показать сами уже, да? То есть если просто повычислять, будет видно, что DH плюс HD – это тождественное отображение. Понятно, да, о чем идет речь? Не очень? Давайте я еще в одном месте покажу. Значит, вот в следующем. И все. И на этом, значит, вот А0 на А1 бар на M. Вот. Тогда здесь у меня будет два члена в D. Это будет А0, А1 на M минус А0 на А1M. Теперь вот здесь у меня H будет давать, соответственно, единицу на А0 на А1 в M. А здесь у меня будет D, которая будет мне давать, соответственно, три члена. Это будет А0 на А1 на M. Заметьте, что вот это как раз и есть то, из чего я получу тождественное отображение. Только я тут, у меня все это вообще как бы сдвинулось, конечно, это не очень приятно. Сдвинулось я имею в виду в смысле картинки. То есть вот у меня H должно бить куда-то сюда же, да? Вот. А чтобы вот это было написано под этим. То есть здесь будет единица на А0 на А1 на M. Вот здесь будет D. И оно будет давать мне как раз вот А0 на А1 на M. То есть то же самое. И будет еще два других члена. Минус единица на А0 на А1 на M плюс единица на А0 на А1M. Вот. А тут я как раз получаю вот ровно вот эти два члена, вот этот и вот этот. Вот. Только без единицы. И H теперь у меня вот в этом месте действует подстановка единицы, вот приписыванием, точнее, единицы на самом левом месте, да, по определению. То есть у меня получается, что вот это вот равно вот этому вот, вот эти композиции по модулю вот этого вот члена, который ровно-таки равен тому члену, тому слагаемому, с которого вот я начал. То есть HD плюс DH равно просто тождественному. И так верно всегда. Окей, все. Все. Значит, таким образом я получил резольвенту. То, что это резольвент именно модуля M. Давайте вы докажете сами. Вот. Если в алгебре есть единица. Все. Прекрасно. Значит, ой. И теперь я могу посчитать EXT с помощью вот этой резольвенты. Давайте я его посчитаю. Что-то как-то блок стирается. В M.G.O. там в какие-то большие аудитории завезли такие доски. У вас, может, там тоже есть на факультете, да, которые автоматически стираются нажатием кнопочки. Какие-то иностранные. Это давно еще завезли, там лет, наверное, 10 назад. Иностранные дико дорогие. Но там проблема в том, что там, допустим, тоже вот три доски вот так горизонтально в ряд. Но там дело в том, что на каждой доске надо писать своим вот этим мелом. Потому что как бы не подразумевалось, что их три поставят в ряд. И там, когда на конференциях каких-то люди, ну люди, да, в такое увлечены там докладом, и вот только думать о том, какую взять там вот этот вот электронный фломастер или чего. И, короче, вот если ты взял фломастер и писал на другой доске, не на той, для которой этот фломастер предназначен, то получаются такие вообще каляки-маляки. Это совершенно очень смешно. У вас все хорошо вот так вот, как должно быть. Вот, да, ну вот давай. Да, ну и теперь, значит, вот у меня, вот я хочу теперь посчитать, в частности, вот этот модульный ext из кавка. Вот как я там писал. Ну, опять-таки, тут, конечно, я хочу это посчитать. Вы так можете сказать, что у меня ка не является а модулем, но давайте я предположу, как у меня это было с симметрической алгеброй, что а это там ка плюс некоторый а плюс. Вот по аналогии с симметрической алгеброй такое, что вот это вот идеал, да, то есть что у меня ка оказывается модулем над вот этим всем делом. Почему я считаю экс из кавка? Ну вот потому что, если я буду считать для симметрической алгебры, у меня получится внешнее от двойственного пространства. А если от внешней, у меня получится симметрическое от двойственного пространства. А у меня же тут, видели, как у меня резольвента была симметрическая алгебра, а образующие были внешние, да? Ну вот из этих собрали, я же там под задачу подгоняю. Нет, а потому что, ну ладно, давайте, ну ладно, окей, давайте, значит, прежде чем, может быть, это скучно действительно считать, давайте прежде чем считать, я другую резольвенту напишу, которая уже более веселая, которую, может, даже кто-то из вас и не проходил, из тех, кто проходил гомологическую алгебру. Она называется Кашулево резольвента. Проходили Кашулево резольвенту, нет? Ну, это более-менее то же самое, что резольвента Дерама в каком-то смысле, только в таком алгебраическом смысле. Ну вот, то есть я хочу написать, собственно, то же самое. Я хочу написать резольвенту, ну, постоянно, ну, то есть тут у меня было для любого M, а теперь я рассматриваю случай, когда M равно вот этому K, и для симметрической алгебры, да, которая есть K плюс симметрическая алгебра с плюсиком. Ну, у нас же есть там комплекс Дерама векторного пространства, и мы знаем, что у него какомология есть только в нулевом месте. Лема-пон-карен называется, да? Вот, и мы можем примерно, вот, руководствуясь этой идеей, что-то такое же написать в алгебраическом контексте. Окей? Ну, векторного пространства, но я сейчас все определю, я говорю, что это как бы мотивация. Это не то, что… Ну да, потому что комплекс Дерама, это там его N-ты член, ну, K-ты член, это K-дифференциальные формы, да? K-дифференциальные формы, если я это пишу на пространстве V, то это как бы что такое? Это лямбда K от V со звездами. Если такие брать как бы полиномиальные, не все дифференциальные формы, а полиномиальные, то это будет как векторное пространство, лямбда, ну, это другое, K, L. А? Здесь, да, прямая сумма, и да, прямая сумма, да. Я пробую, что это зависит. Внешнюю алгебру? Внешнюю алгебру, да, но я еще написал, да, тензорная, нет, не прямая. Над полем, ну, над R, например, если мы делаем, и тут у нас будут функции, то есть это как бы, вот, то есть это как бы общая форма, да, L-форма, это там сумма, там F на DZ1, DZ1, так далее, DZ и K. Вот если, давайте я буду без звездочки писать, потому что это больше согласуется с тем, что мне нужно. Ну, или со звездочкой, да. Тогда, значит, вот эти DZ, это как бы элементы просто внешней алгебры двойственного пространства, но у меня тут есть еще функция, это элемент симметрической алгебры двойственного пространства, ну, в таком, если вот в алгебраическом, как бы, интерпретации комплекса Дорама. Ну, и на этом есть дифференциал, который, соответственно, бьет, ну, дифференциал Дорама, он, конечно, не совсем такой, он бьет симметрическую алгебру этого самого, а тут будет на единицу больше, L плюс 1, V. Ну, я просто говорю, что вот те формулы, которые я буду писать, они примерно формулы Дорама. Короче, это была просто мотивация, не берите в голову. Значит, комплекс устроен таким образом. У него, значит, вот здесь будет K, здесь будет симметрическая алгебра от V, вот, здесь будет лямбда V, то есть просто будет V на симметрическую алгебру от V, тут будет лямбда квадрат V на… То есть тут мой дифференциал как бы будет в каком-то смысле двойственным дифференциалу Дорама. А гомотопия, которую я потом буду строить, будет, в общем, в точности дифференциалом Дорама на симметрическую алгебру V и так далее. То есть тут будут, значит, вот просто K-тый член, это лямбда K, то есть K-тый член, то есть это будет в степени 0, это минус 1, это можно вообще стереть, это от лукавого. 0, минус 1, минус 2 и так далее. То есть в минус-катом члене будет лямбда K от V на симметрическую алгебру V, это в степени минус K. Понятно, да? То есть это конечный комплекс, потому что если мое V конечномерно, то, значит, вот до его размерности это дойдет, а дальше нет. Вот. И теперь что такое дифференциал? Ну, дифференциал, значит, для того, чтобы… не-не-не-не-не-не-не, я что-то тут у вас вам… я сейчас посмотрим, по-моему, я вам… а, нет-нет, все хорошо, все правильно, да. Дифференциал устроен таким образом, но если его писать в виде формул, то это будет сумма по i равно единице до размерности V D. вот, и тут я напишу D по D кси и т умножить на x и т, вот. То есть, грубо говоря, это где там я выбираю какой-то базис, сейчас чуть лучше скажу, выбираю какой угодно базис V, вот, и это будет базис в двойственном пространстве к V, и я как бы… вот это двойственная вещь, да, и я двойственной вещью действую на элементы из внешней алгебры и получаю, соответственно, внешним одном степени на единицу меньше, а этот x я умножаю к 7… то есть, значит, смотрите, еще раз, давайте я скажу это просто получше, без всяких таких формул. У меня есть канонический, совершенно ни от какого базиса не зависящий элемент из V со звездочкой умножить на V, да, инвариантный элемент, если у меня есть конечномерное векторное пространство. Теперь у меня, если есть такой элемент, то он мне определяет этот элемент, это канонический элемент, да, инвариантный, он определяет, значит, отображение из лямбда LV на симметрическую катую V, в лямбда L минус 1V на симметрическую K плюс 1V. Вот, а именно я просто беру вот этот элемент, вот эта вот лямбда V со звездочкой у меня действует на L-тую внешнюю степень, и я получаю L-1 внешнюю степень, а вот этот вот элемент V я приписываю к второму фактору и симметризую. Совершенно канонически определенная вещь, да? Ну да, да, отображение из, да, да, совершенно верно, это identity, которая принадлежит home из V, но так как это у вас изоморфно V со звездочкой на V, тоже канонически надо заметить, да, то вот это identity переходит в некоторый совершенно канонический инвариантный элемент здесь, инвариантный относительно линейной группы. Вот, я беру вот этот вот элемент, который ни от чего не зависит, и он мне совершает мне вот такую полезную работу и дает мне вот этот дифференциал D. Понятно, да? Но тут я примерно вот это и хотел записать, потому что если у меня V выбран какой угодно базис, там X1, XN, это базис V, и я тогда могу выбрать там XI1 со звездочкой, XN со звездочкой, это базис канонически определенный по этому базису в двойственном пространстве, ну тогда вот то, что я тут хотел записать, это как бы сумма по I от 1 до N, и тут я пишу XI2 со звездочкой на XI2, что вот в общем просто более красиво можно переговорить так. При этом это вот XI2, который элемент двойственного пространства, у меня действует на лямбду и уменьшает вот эту степень по лямбде, а XI2 действует на симметрическую и наоборот увеличивает. Увеличивает почему? Потому что у меня вот XX принадлежит V, и поэтому я могу взять K2 и симметрическую степень от V, умножить еще на это XI2 и симметризовать, и у меня получится K плюс первая симметрическая степень. То есть XI2 это мой просто, вот этот XI2 это просто элемент из V, а это вот элемент из V, то есть вот этот из V, а этот из V со звездочкой. А элементом из V со звездочкой я могу наоборот вот спарить его с лямбдой. Ну тоже формулу надо написать, я должен там косо-симметрично спаривать, я могу с каждым фактором спаривать, а они все там еще переставляются. Понизят, конечно, вот я это и пишу, да. И это вот дифференциал Кашуля, и это вот комплекс Кашуля. Значит этот комплекс, вот собственно да, вот тут написан комплекс Кашуля, да, вот например его первое, первое его, ну вот первый его дифференциал, вот этот вот D, он устроен каким образом? Он берет V на симметрическую алгебру V и пишет сюда, то есть пишет, значит, то есть Кату, и пишет К плюс первую симметрическую степень V. Ну оно, как бы вот я беру вот этот вот элемент из V со звездочкой на V, который канонический, спариваю V и V со звездочкой, получаю просто вообще константы, а это V у меня, значит, переходит сюда. Ну, на самом деле это можно даже и без этого такого причитания говорить, можно просто сказать, что я вот это V умножаю на этот вот симметрический маном, и после этого симметризую, и я могу тогда уже рассматривать результат как симметрический маном на единицу в большей степени. То есть это то же самое. Понятно, да? Окей, все, значит, поэтому я сразу вижу, что когомологии вот в этом вот члене, то есть у меня, значит, симметрическая алгебра V, 0, V на симметрическая алгебра V, вот и так далее. Вот когомологии вот в этом члене у меня просто константы, потому что все, что имеет положительную степень по V, я могу получить как образ отсюда. То есть когомологии здесь это константы, да, потому что только константы я не могу получить, взяв элемент из V, умножив на некоторый элемент здесь и симметрисовав. А все кроме констант могу, да? Вот, поэтому когомологии здесь это константы, а теперь, значит, возникает вопрос… Да, нет, конечно, стоит объяснить, почему D в квадрате равно 0. Ну, D в квадрате равно 0 примерно по той же причине, что дифференциал дорамы в квадрате равен 0, а именно потому что у меня здесь косо коммутирующий, один фактор, где перемены косо коммутируют, а второй, где коммутируют. Поэтому, когда я вот этот мой элемент применю два раза, то у меня вот эти x и t со звездочкой будут косо коммутировать, а эти будут коммутировать. Ну и поэтому у меня как бы оно сократится. Но это ровно тот же феномен, как вот вы проходили, наверное, все, да, с комплексом дорамы. Все же проходили? Нет? Не все? Нет? Ну, у них как бы в квадрате такого нет, не знаю. А, ну, окей, ну, короче, я просто комплекс дорамы упомянул только в самом начале. для тех, кто знает, как некоторую мотивировку. Но эту вещь я как бы определил, да, то есть вот. Просто еще раз, из-за того, что эти вот косо коммутируют, факторы здесь, а здесь коммутируют, то если вы это дело примените дважды, то получится, что это как бы то же самое, что вы антисимметризуете по вот этим переменам здесь, ну, которые, ну, и поэтому получится ноль. Ну, не знаю, как это лучше сказать. Ну, давайте, давайте. Да, да. Нет, смотри, ну, смотрите, вот здесь вот у меня V на симметрическую алгебру V. Мы договорились, что вот это вот отображение с этим инвариантом можно описать еще так, что я просто умножаю, то есть я это V, вот здесь пишу точку вместо тензинного произведения и симметризую. Это фактор, да, так что вот у меня было вот S, это K плюс S плюс. Вот то, что я могу, S плюс, вот то, что я могу получить в образе, это будет вот этот S плюс, это будет содержать положительные степени, поэтому фактор будет K. Ну, смотрите, я вот в образе могу получить любой симметрический маном степени единицы и выше. Ну, например, ну, можете просто поп... А это фактор по образу, то есть если у меня S плюс, это просто в точности образ, то когда я факторизую вот это отображение, которое есть фактор по вот S плюс, это у меня изоморфизм на K. Понятно, да? Да? Вот, хорошо. Значит, вот, ну, вы, конечно, можете сказать и будете совершенно правы, а почему я использую только одну возможность, почему я, собственно, вот X item со звездочкой действую на внешнюю компоненту, а X item на симметрическую. И таким образом я получаю, соответственно, элемент степени плюс 1. И вы совершенно будете правы, потому что я могу это дело наоборот подействовать. Я могу написать, вот их как бы поменять местами, и X item со звездочкой подействовать на симметрическую степень, а X item на внешнюю. Да. Да. А на K плюс 1 будет, почему? Нет, ну это вот в это подображение, а в там комплекте как-то же нет. А, в это имеет гравировку 0, мы пока так предполагаем. Нет, в смысле, я не понял. Я не очень понял вопроса, но мне кажется, что повышается. D. Повышает ли D степень по симметрической алгебре? Повышает на единицу. Да. А по внешней понижает на единицу. Вот тут это написано. Вот это отображение? Да. Ну, окей. Ну, давайте мы вот напишем в координатах, если вы так хотите. Давайте вот мы напишем, вот возьмем X1, Xn, это базис в V. Базис в V. Вот, давайте мы возьмем теперь X, 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 XI1, так далее, Xn, это базис в V сдвинутом на единицу. Это тот же самый базис, только V сдвинутом на единицу. То есть каждый базис в V дает мне базис в V сдвинутом на единицу. Тут нету проблем. И теперь я могу написать XI1 со звездочкой, так далее, Xn со звездочкой, это значит, будет базис в V со звездочкой, сдвинутая там на минус единицу, например. Вот это уже двойственный базис вот к этому базису. То есть это функционалы на этом, которые определяются так, что соответствующая X, Y, T со звездочкой на X, J, T, это символ вот этого вот кронекера, или как он там называется, дельта, Y, T, J, да. То есть это двойственный базис вот к этому базису. А этот у меня однозначно определяется по этому. Просто отображаем. Теперь давайте мы напишем просто в координатах, и тогда, может быть, все станет яснее. Значит, в координатах вот мое D я буду писать, которое из лямбда L, V на симметрическую K, T, V, переводят его в лямбда L, L-1, V на симметрическую K, T, V, да? Камера не поворачивается. Камера не поворачивается. Она же должна. А, вот. Круто. Вот, отлично. Ну вот, и значит, ну вот здесь у меня будет общий элемент такой, XI1, там, XI, E1, XI, E, L. Это вот то, что вот здесь написано, да? XI, это вот внешний wedge product, да? XI, E, L, вот, умножить тензорно на, там, какой-то XG1, XGK, да? Вот. Это, соответственно, элемент вот K, ты симметрический здесь. И теперь вопрос, значит, во что он переходит? Он переходит, значит, в следующее. Я беру сумму по I равно 1 до L, то есть вот я хочу убрать один из этих XI, L, но я хочу его убрать со знаками. И тут у меня будет, значит, минус единица в степени I плюс 1, и я тут напишу такой маном, XI, E1, вот, XI, E, то есть другое E, да? То есть надо написать S, нет, S уже тоже было, T, вот, и тут T тоже. Значит, E, T, значит, XI, L, да, L, вот, и вот это вот E, T я уберу отсюда, то есть просто выкину из этого манома и все, с крышечкой, это значит, что я выкидываю. Вот. И я это вот возьму выкинутое отсюда XI, E, T и перекину его только уже как X, E, T, вот, на симметрическую степень. А тут напишу, значит, X, E, T, умножить на X, G1, так далее, на X, G, H, да? Вот, вот так он действует, то есть, например, вы спрашиваете, как он действует на лямбда в квадрате, да? Лямбда квадрат S, V на лямбда на V, S, V, да? Ну, вот он так и действует. Вот у вас тут стоит XI1 на XI2, а тут, допустим, я напишу просто омега, да, вот этот элемент из симметрической алгебры. Ну, вот он его и переводит, соответственно, XI2 умножить на XI1 омега, да, минус XI1 на XI2 омега. Вот, вот ответ на вопрос, как он действует на этой компоненте. Ну, вроде бы понятно объяснил, да? Ну, отсюда, кстати, можно в этих же обозначениях понять, почему D в квадрате равно нулю, потому что когда мы действуем этим делом дважды, то соответствующие X и T будут коммутировать, а соответствующие вот эти выбывшие XI будут косо коммутировать, и из-за этого у нас знаки схлопнутся. Понятно, да? Вот, хорошо, хорошо. Все, теперь, значит, это у меня вторая, да, и это, заметите, заметите, что у меня это вот модули над вот этой алгеброй, над симметрической алгеброй, потому что я по симметрическому переменному не дифференцирую, а наоборот умножаю, поэтому у меня получаются модули, то есть это комплекс модулей над симметрической алгеброй, но не комплекс модулей над внешней алгеброй, потому что по внешнему аргументу я дифференцирую, а это не согласовано с умножением на элемент внешней алгебры, да? Но есть вот у меня вторая возможность, которую я не использовал, а именно когда я вот это вот дело, мой инвариант канонический, интерпретирую таким образом, что я перекидываю не слева направо, а наоборот справа налево, то есть это даст мне гомотопию. То есть я могу наряду вот с этим дифференциалом написать другой дифференциал, да? Так, что-то как-то эти тряпки, они свою продуктивность, с одной стороны, это мне хорошо, потому что сразу можно писать на доске, с другой стороны, плохо, потому что… Так, что мне еще стереть такое? Так. Поняли, что? А, было, а, окей. Так, во сколько я должен заканчивать? Ну, еще есть немножко вроде времени, да? То есть еще можно покрасить. Так. Хорошо. Ну, ладно, давайте я начну писать как бы вот здесь, а сразу потом перейду вниз, когда подсохнет немножко. Просто будет безобразие, если я… Вот, я хотел сказать, что вот тут я писал сумму кси и т со звездочкой на икс и т, да? И это мне дало как раз вот этот дифференциал. Но я точно так же могу написать другой оператор, а именно сумму на кси и т на икс и т со звездочкой, где икс и т со звездочкой, это базис, вот давайте я это вот продолжу, икс 1 со звездочкой, икс n со звездочкой, это базис двойственный к… базис в… базис в… в со звездочкой, двойственный к иксам. Вот, и это, конечно, вот если бы я определил вот такой вот оператор, то он бы мне, конечно, перекинул лямбда lv на симметрическую kv, наоборот, он бы сделал лямбда l плюс 1v на симметрическую k минус 1v, да? Потому что я бы сделал ровно то же самое, только я бы перекинул не отсюда сюда, а наоборот отсюда сюда один элемент. Это тоже была бы совершенно инвариантная операция, ни от какого выбора базиса совершенно независимая, да? Потому что у меня вот, который там был написан, канонический оператор есть. Но это бы не было бы отображением модулей над симметрической алгеброй, потому что это как бы было бы так, что я по элементу симметрической алгебры бы дифференцировал, да? То есть это было бы… ну, это даже можно написать более привычно следующим образом, вот эту формулу. Можно написать там лямбда… ну, сейчас вот, если я лямбда l на v, на симметрическую k v, вот это обозначу омега, а эту обозначу, ну, я не знаю, как ее обозначить там, допустим, psi, да? Вот элемент здесь, то тогда мой дифференциал, вот не дифференциал, а вот вторая возможность, не дифференциал, будем его называть, psi на омега бы переходил в сумму, допустим, по i равно 1 до размерности v, он бы переходил в сумму, значит, следующую, d по d… Нет, наоборот, я извиняюсь, он бы переходил в psi и t на psi, вот, а тут бы было d по d… d по d x и t омега, вот, и это была бы сумма. Вот, и это было бы тоже… вот это было бы как раз… вот это было бы как раз полный аналог дифференциала дорама. Вот, потому что, ну да, ну, если для тех, кто знает. Но это, я хочу просто сказать, что вот эта формула, она не является морфизмом модулей над вот симметрическим аргументом, потому что d, как известно, и умножение на функцию есть два некоммутирующих оператора. А та является… но я могу эту использовать как гомотопию. Вот это вот у меня отображение степени минус 1, да, потому что оно понижает степень по лямбда. Степень минус 1. Ну, и я могу как бы посчитать, чему равна… чему равен их скобка, суперкоммутатор. То есть я должен посчитать, значит, скобку, вот такую Бори Феги всегда писал со знаком плюса, значит, суперкоммутатор. Значит, я должен посчитать суперкоммутатор, то есть ab плюс ba, потому что они оба нечетные. Я должен посчитать… То есть вот это я хочу использовать как H, если еще кто-то не догадался. Вот это вот, это мое будет H, и это будет моя гомотопия, которую я хочу стянуть наоборот комплекс, который определен с помощью первого дифференциала. Эта штука, она не является отображением модулей, само собой не является, но она при этом для того, чтобы стягивать, точно так же, как в случае бар-комплекса, мне совершенно не нужно, чтобы гомотопия являлась отображением модулей. Я стягиваю, как вы меня в прошлый раз учили, подлежащий комплекс векторных пространств, да, и этого вполне достаточно. Понимаете? А? Какой? Какой? Ну, сказуемый. А, окей. Ну да, вот, вот. И, значит, я должен посчитать, соответственно, суперкоммутант таких двух операторов, значит, с которых первый H, это, значит, сумма XIT, 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 да, это вот мой вот этот H, это, да, а второй, наоборот, это сумма XIT на D по D XIT, это я теперь буду вот так обозначать мое с плюсиком, мое D. Ну, это два векторных поля, у которых надо посчитать, значит, ну, вы знаете, чему равна скобка векторных полей, да, как это все считать, ну, надо просто теперь это сделать с таким, как бы немножко держать в голове, что тут есть не коммутирующие, а косокоммутирующие перемены. То есть я должен, то есть посчитать, это два векторных поля на некотором таком суперпространстве, то есть супер, это означает, что в нем есть четные и нечетные перемены, Я должен подействовать вот этим d по dx it на эти x и потом вычесть, ну в данном случае плюсовать, потому что это два нечетных оператора, в обратном порядке действия, когда наоборот вот эти x it действуют на вот эти. Значит, что у меня получится? Получится, что я должен посчитать сумму x it d по dx it, значит, давайте я напишу сумму по i g, да, и теперь вот здесь я напишу второй оператор, который есть сумма по g уже, значит, x g на d по d x i, но это оператор g, но это оператор второго порядка, это не векторное поле, я должен, значит, обычно в четной науке, если я пишу знак минус, то я получу уже оператор первого порядка, векторное поле, ну а в нечетной, чтобы получить векторное поле или там что-то такое низшего порядка, не второго, я должен написать знак плюс, и тут у меня будет, значит, плюс сумма, ну да, вот эта общая сумма, плюс, значит, x g на d по dx g, вот, а тут будет x i на d по d x i, вот, ну хорошо, вот это я должен, значит, посчитать, ну и совершенно, в общем, понятно, как это считается, вот здесь я должен подействовать, нет, ну, во-первых, у меня будет член второго порядка, d по d x i, d по d x i, если я просто не буду дифференцировать x g, а если я буду дифференцировать, у меня будет член первого порядка, и это ровно то, чего я хочу, то есть, а, вы мне говорили, что нужно выше писать, да, то есть это будет сумма по i g, опять-таки, да, здесь я d по d, здесь я пишу x i, здесь я d по d x i, дифференцирую, действую на x g, я получаю дельта и g, вот этот символ кроникера, да, и тут я пишу d по d x i, вот, а тут я пишу второе слагаемое, что мне дает, плюс сумма, значит, тут я должен x i подействовать, и тут я пишу, сейчас, а что ж это такое тут, а, здесь, здесь я, да, здесь x, конечно, i, да, извините, пожалуйста, меня не поправили, да, вот, значит, тут я должен вот так вот подействовать, да, и тут я получу сумму, тут я тоже получу этот же символ кроникера, дельта и g, потому что я d по d x i, то я действую, тут я, значит, получаю x g, тут я получаю символ кроникера, дельта и g, на d по d x i, да, в результате то, что я получаю, я получаю сумму, как вы видите, сумму по i просто, потому что i равно g, да, и это будет сумма x i d по d x i плюс x i d по d x i, да, и это такое Эйлерово поле, которое равно произведению, то есть равно сумме его действия на любой маном из лямбда LV на, соответственно, SKV дает мне L плюс K на тот же самый маном, то есть это L плюс K подействованный на тот же самый маном, оно просто действует как, ну, на вот такую градуированную компоненту, как сумма с умножением просто на суммарную степень, да, поэтому, ну, поэтому, как бы, это всегда равно, не равно нулю, за исключением того случая, когда у меня L равно нулю и K равно нулю, а это как раз вот, во-первых, возможно только в нулевой степени, а во-вторых, в нулевой степени комплекса, когда K не равно нулю, но с нулевой степенью мы как-нибудь разберемся руками, что мы уже, в общем, сделали, поэтому мораль отсюда такова, что в комплексе, в старших степенях комплекса этот суперкоммутатор всегда не равен нулю, он не равен единице, но он равен чему-то кратному единице с ненулевым коэффициентом, что примерно одно и то же, то есть мы тут с таким случаем столкнулись, что DH плюс HD равно не единице, но равно там какому-то константе, не равной нулю на единицу, что на самом деле нашему вот аргументу, как мы показывали, что мы таким образом любой цикл можем стянуть, совершенно не мешает, правильно, да? Ну, по той же самой причине, если омега это цикл, то есть D омега равно нулю, то мы можем показать, что, мы должны показать, что это и граница, то есть тогда мы должны показать, что DH омега, да, плюс HD омега, это, значит, вот, эта константа С равняется С омега, но вот это вот равно нулю, потому что D омега равно нулю, и таким образом мы получаем, что омега равно D от H омега делить на С, то есть там, где, чем-то физику напоминает, да, то есть там, где у меня С не равно нулю, я таким образом всегда могу стянуть, да, и использовать эту гомотопию. То есть мораль такова, что я получил вторую резольвенту, и эта вторая резольвента, заключая, состоит из модулей над, то есть вторая резольвента существенно меньше, чем бар резольвента, еще раз скажу, она называется кашулевая резольвента, и она имеется для кашулевых алгебр, мы их потом попозже поизучаем, более пристально, и может даже кашулевые операты поизучаем, но вот это вот наличие второй резольвенты, это специфика вот этого свойства кашулевости симметрической алгебры. Ну и мы таким образом, вот я уже, наверное, все время закончилось, да, потому что мы обещали, я обещал, что я буду до двух где-то говорить, вот, и давайте, вам вроде обещал, да? Нет? Кто-то меня спрашивал, до какого часа я буду, значит, говорить. Ну, давайте я еще вот, у меня минут пять, может быть, есть, я вот эти пять минут проговорю. Вот, и с помощью вот, ну, мы можем, по крайней мере, посчитать теперь наш вот этот вот экст из единицы в единицу с помощью второго, с помощью второго, значит, комплекса, комплекса кашуля. То есть я заменяю первый аргумент на проективную резольвенту, которая есть, что там, на проективную резольвенту, которая есть комплекс кашуля. Вот, и теперь я должен, значит, взять этот комплекс ка, вот это вот моя вторая резольвента, которую мы только что говорили, и посчитать хом в категории sv модулей из ка вот в постоянный модуль, в одномерный, постоянный. Ну, окей, окей, я, собственно, что получу? Я получу комплекс, который у меня, значит, выглядеть будет, тут должен взять двойственное, то есть это будет симметрическое двойственное в степени 0. Да, да, тут будет симметрическое двойственное на v двойственное в степени 1. Да, тут будет симметрическое двойственное на лямбда квадрат двойственное в степени 2. Вот, и дифференциал, дифференциал будет вот связан с моим дифференциалом вот в исходном, значит, комплексе кашуля. Вот, то есть он будет действовать каким образом? Вот, он будет умножать, да, то есть он будет… Нет, ну, в общем, короче говоря, смысл в том, что мы тут должны получить, что… Да, нет, нет, я же ерунду вам, господи, боже мой, я что-то уже запутался, вот когда два часа говоришь, уже запутался. Я написал, как это будет выглядеть, когда это с хом над векторными пространствами, но у нас же это хом не над векторными пространствами, а над, значит, модулями, над симметрической алгеброй. А наш комплекс кашуля, каждый его член был свободным модулем над симметрической алгеброй с образующими ИТ, внешняя степень от В. То есть если я беру хом над модулями, вообще говоря, если у меня есть хом в категории А модулей, и тут у меня есть свободный модуль А тензор на L в какое-то там N, то это, как мы все знаем, то же самое, что хом в векторных пространствах, да, от L в N. То есть, строго говоря, это должен писать U N, где U это, ну или F N, не знаю, где U это векторное пространство уже, а не модуль, там то же самое, что N. Ну, неважно. То есть для того, чтобы, ну, это тоже пара присоединенных функторов, кстати. Если я из L модуля рассматриваю забывающий функтор в векторные пространства, то двойственный, левый двойственный, это вот умножение на А, это свободный модуль. Вот, и, значит, таким образом, вот я это хочу использовать, и каждый член моего комплекса, это был свободный модуль, да, над симметрической алгерой. Поэтому мне просто нужно взять вот эти вот образующие и отобразить их в N. То есть я должен взять, в первом случае, вот тут были образующие в степени 0, образующие были, значит, K, просто, и нужно отобразить, взять HOM векторных пространствах из K в K, значит, здесь будет HOM V в K, да, потому что в модулях тут будет HOM из лямбда квадрат V, K, ну и так далее. Вот, теперь, значит, что происходит с дифференциалом? В принципе, у нас тут какой-то дифференциал-то должен был все равно остаться, но этот дифференциал, он на двойственных пространствах, он должен, наоборот, дифференцировать по… Значит, давайте посмотрим, вот у меня есть, значит, ну тут довольно тонкий момент, ну, короче, я хочу, ну не тонкий, но надо посчитать. Короче, я утверждаю, что тут дифференциал равен нулю. Единственное, что может с ним быть, то есть, а именно, что я говорю? Я говорю, что если я беру симметрическую степень там от V умножить на лямбда LTV, вот, теперь я, ну да, то есть у меня есть отображение в K, вот, которое здесь стоит, теперь я это отображение должен, так сказать, дополнить просто некоторое отображение F. Теперь я это отображение по линейности должен дополнить до отображения SV на лямбда LV в S от V, да. И это я просто делаю по линейности, вот, по первому аргументу. А теперь я должен применить вот этот мой D, сделать предкомпозицию вот с этим моим D, которое есть, соответственно, S от V на лямбда L плюс 1 до V. И я получу некоторое отображение, которое, как вы видите, есть отображение из SV на лямбда L плюс 1 V в S от V. И теперь это отображение, это отображение модулей, и теперь я должен, используя вот это вот мое соответствие, превратить его снова в отображение векторных пространств. последним шагом, и это будет, значит, некоторое отображение лямбда L плюс 1 V в K, уже отображение векторных пространств. Вот это тут написано. Ну, почему теперь это равно нулю? Потому что из этой картинки вот легко видеть, что вся вот это вот действие, оно устроено уже таким образом, что оно дифференцирует по симметрическому аргументу и добавляет один аргумент во внешний. Ну, и, конечно же, так как у меня здесь вот есть, здесь у меня степень 0 по симметрическим аргументам, и дифференцировать уже как бы некуда, ну да, то вот можно показать, что это вот равно нулю. И поэтому, значит, к гомологии они вот в точности такие, как они тут написаны, уже дифференциал роли не играет. К, V со звездочкой, лямбда в квадрате, V со звездочкой и так далее. То есть мы получаем, что ИТ и к гомологии, вот это важная формула, поэтому мы ее тут напишем, получаем, что ИТ и, то есть ИТ и экст в категории S, V мод из К в К, вот это лямбда и V со звездочкой, вот, если V конечномерно, по крайней мере. Это мы доказали с помощью, значит, резольвента Кашуля. А теперь, ну сейчас уже времени нет, поэтому на следующем занятии мы вспомним про бар резольвенту и получим некоторое интересное следствие, потому что мы знаем из общего принципа гомологической алгебры, что бар-то резольвента должна давать тот же самый ответ, да, потому что это просто другая резольвента. Но при этом это сходу так не видно, и поэтому нам приходится пользоваться вот общими идеями гомологической алгебры. Но я просто хочу сказать, что если то же самое проделать с бар резольвентой, то получится что-то типа свободной алгебры, порожденной симметрической, ну куда-то там сдвинутой. То есть мы получим на самом деле то же самое, что нам нужно получить, только мы получили резольвенту не симметрической алгебры, а внешней, двойственной. А вот эту свободную резольвенту мы писали не с помощью внешней, а с помощью симметрической, да, как у нас из бара получится. Поэтому нам нужно их просто поменять местами, внешнюю симметрическую, но это не очень сложно. И это мы все закончим в следующий раз. Понятно, да? Ну хорошо. Ой, ну мы же не в Дубне, ну народ. Мне было дико неудобно, они всегда хлопали. В Дубне, да, после каждой лекции хлопали.